22 марта 1980 года десятки известнейших американских политиков, бизнесменов, банкиров бросили все свои дела и приехали в штат Джорджия на открытие очень странного памятника. Вот этого. На первый взгляд плохая копия Стоунхенджа, а на второй самый бесчеловечный памятник в истории, победителем в войне сильных против слабых. И его заранее заказали и уже поставили те, кто искренне уверен, слабый должен умереть. Прилория. Сентябрь 2013 года. Сулон Новососоевка. После проведения туберкуриновых пробок, все школьники, которым был бы тон препарат, почувствовали себя лохом. Всех начало голова болеть, всех тошнит, но были глюнацинации. Ну, у меня-то классница даже в реанимацию попала. Ну, то есть в тяжелом состоянии, где-то лежит. Официальное объяснение ЧП в Минздраве дали уже через несколько часов. Применен был не тот препарат, который нужно было применять для детей в школе. Родителей я хочу сразу заверить, что ничего страшного с их детьми произойти не должно. Тем не менее, вопросы у родителей остались. Странным казалось не только то, что произошло после пробы, но и до Минздрава. Я не понимаю. Я понимаю так. Если, допустим, ребенок прививается, да, должны минимум знать, это родители, правильно? Потому что ребенок может быть на учете стоит, может где-то заболел, переболел какой-то болезнью, правильно? Почему у нас в известность не ставят? Зачем детям делать такой прививки? Какой способ передозировать, скажите? Это нужно говорить с теми, кто проводил, потому что я... Такое ощущение, знаете, как на детях решили все. Слышу все, да? Слышу все. Ответ на вопрос родителей, а не проводились ли на их детях опыты, сейчас ищут и следователи, и журналисты. Но почему-то почти никто не вспоминает. Случай в Приморе с нерадивой медсестру и необычной реакцией на обученный туберкулин. Далеко не первый. Далеко не первый. Ну вот так пропали. Одна из наших профессоров, которая свидетельствовала в суде, говорила, что это не туберкулин. Туберкулин не может вызвать такие реакции. Это какое-то неизвестное вещество токсическое. Что именно, я не знаю. Всех детей нарушение почек. Всех детей нарушение в работе почек, сердца, щитовидной железы. Мы на все это посмотрели, вот, и сравнили с тем, что было. Вот. Вот вы сами сделали так. Да, вы сами сделали так. Вот список детей. Вот список диагнозов. А вы кто-нибудь видел вот этот документ? Нет. Нет, наши документы никто не хотел смотреть. В наших лекарях, местная лекарная районная область, все сбудлось до того. Все врачи нам говорили, ничего страшного. Все это врожденное, все пройдет. Ничего серьезного. Странно, но до этого, по словам родителей, никто из детей не жаловался на здоровье. Оно и понятно. Свежий воздух, все продукты натуральные, молоко, мясо, овощи, все свое. Даже хлеб этот пекут сами. И вдруг, в один день, такой букет вырожденных заболеваний. Точно такие же случаи были на Западной Украине, в Мельницкой области и в России. И что характерно, везде отдаленный маленький поселок, здоровое население, при этом малоинтересующийся медицинскими вопросами. У нас в Рязанской области еще было. Мне прислали документы оттуда. Спасибо, сестра. Вот. Вот на этом и нужно остановиться. Галина Черносов, Иерусалов, доктор биологических наук, профессор Шенросиско-национального комитета по биоэтике Российской академии медицинских наук. 12 лет проработала в ГОСНИЕ скандартизации и контроль медицинских биологических препаратов Эмита Россевича, Минздрава СССР. Сфера ответственности, оценка безопасности вакцин. Можно, конечно, и дома тоже вместо чая ребенку предложить коньяк. Конечно, можно, если головы на кличах нет. Конечно, можно. Но я в это не очень-то верю. Потому что вообще все, что касается БЦЖ, по всем инструкциям, реакции МАНТУ, они все отдельно хранятся от других лекарственных средств. Если движение какое-то непонятное, значит, там стоят деньги. Вячеслав Костылев не понаслышке знает о том, что такое большие деньги и что такое непонятные движения, за которыми стоят большие деньги. Прошлым очень успешным предпринимателем Вячеслав заинтересовался деятельностью иностранных фармкомпаний, медицинских экспертов и благотворительных фондов на Украине. Вопросы появились сразу же. Например, кому и зачем понадобилась внеплановая расформация всей страны от кори и красоти? И почему делать ее собирались с помощью непроверенной вакцины, пришедшей в качестве гуманитарной помощи? Можно было бы эту тему закрыть на одном единственном требовании, которое зачастую идет вместе с этими даренными препаратами. Не проверять. Было запланировано привить 9 миллионов, при том, что абсолютно точно известно, что этот препарат содержало в себе компоненты, которые использовались в том числе и для стерилизации скота. Это есть в инструкции, просто это не афишировали на самом деле. Но тем не менее... Тем не менее, намек, что не надо так уж внимательно читать инструкции, Вячеславу сделали. Происходили интересные вещи. Например, примерно после полугода начала активной деятельности у меня вдруг при выезде со стоянки исчезли тормоза. Я быстро перевел на ручник, но потом в ремонте мне сказали, слушай, да у тебя же шланг обрезан. Возможно, снова совпадение. Возможно, цели дарителей странной вакцины были самые благие. Но 9 миллионов – это уже не та цифра, которая позволяет расслабиться и благодушно верить в добрые намерения. Не нужно не только мы. Миллиарды людей. Даже золотой мир не нужен. Пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов. Все остальное – раковая опухоль населения земли. Скорежали Джорджия. То, что этот объект является системным, для меня не вызывает никаких сомнений. Не хочу, как в других ютубных роликах, просто цитировать Википедию, зрители официальную информацию могут прочитать и сами. Давайте постараемся в этом комплексе увидеть то, что у всех находится и так на виду, но почему-то никто этого не замечает. Гранит привезен из карьера под названием пайрамид, то есть пирамида. Вот тена. Мы теперь точно знаем, проанализировав десятки, если не сотни системных объектов, что твари создают свои ловушки, привязывая их цифровыми кодами, календарными датами, координатной сеткой, астрономической привязкой к Солнцу, Луне и звездам. Давайте посмотрим, соблюдены ли эти правила на данном мегалитическом комплексе. Дата торжественного открытия скрижалей. 22 марта 1980 года, в день весеннего равноденствия, в присутствии 400 человек. Солнечная привязка имеется. Скрижали состоят из шести гранитных плит общей массой 119 тонн. Цифровой код выдержан, и их излюбленная 911 на месте. Рядом со скрижалями установлена табличка, сообщающая об астрономической ориентации памятника, канале, направленном на полярную звезду, горизонтальной прорези, соответствующей годовому движению Солнца, и отметках на верхней плите, отмечающих полдень в каждый день года. Четыре основных плиты ориентированы в соответствии с годичным циклом перемещения Солнца по небу. В центральной плите, колонне, на уровне глаз, имеется сквозное отверстие, ориентированное на север. Через него в любое время года можно увидеть полярную звезду, а также прорезь, сделанная в соответствии с положением Солнца в периоды солнцестояний и равноденствий. Отверстие размером 2,23 см. 23, ну надо же! В верхней плите крыши ориентировано так, чтобы проникающий через него солнечный свет в полдень попадал на центральный камень, указывая на день года. Астрономия рулит. Ну а теперь к тексту. Основная надпись состоит из 10 принципов, ну или заповедей, и выгравирована на 8 современных языках. По одному языку на каждой стороне 4 вертикальных плит. Если обходить сооружение по часовой стрелке с севера, то порядок языков таков английский, испанский, суахили, хинди, иврит, арабский, китайский и русский. На каждой из сторон верхней плиты выгравированы на 4 древних языках аккадском, греческом, санскрите и древнеегипетском следующие слова «Да послужат сии скрижали заветам веку разума». Сами заповеди выглядят так. Имеет смысл сейчас поставить на паузу, если захотите вчитаться. Это английский вариант. А вот русская версия. Все переводы по специальному заказу осуществлены официальной службой переводов Организации Объединенных Наций. Как видите, у этих ребят подход сверхсерьезный. Некоторые противники монумента и текста скрижали, выражали свое отношение к сооружению серии так называемых вандальных действий. Особенно улыбнули русскоязычные ребята. Кстати, мы тоже упоминали такой способ, как достаточно эффективный. Но теперь монумент находится под круглосуточной видеоохраной. Кому-то очень надо, чтобы эти камни в глуши оставались неиспорченными шунгитом в щели. Итак, мы все прекрасно понимаем, что слова высеченные на камне установлены в специальном месте и соблюдением специальных правил будут обладать особой силой и стремиться к реализации в нашем плотном мире. Вот почему первая заповедь вызывает такой негатив у всех. Никто не понимает, что она еще выполняет роль красной тряпки в руках Тороадора, которой всех бычков и коровок отвлекают от остальных девяти. Девяти. Странно, все читают официальный текст по Википедии. Я вам его тоже показал. А все, что нужно, это прочитать скрижали на камне со всеми ошибками и неточностями. Да-да, ошибками и неточностями, которые я не могу рассматривать как случайные и которые почему-то никто не замечает, читая их прямо с оригинала. Ну, просто массовая слепота у всех наступает. Напомню, эти тексты составляли лучшие лингвисты организации объединенных наций. Но косяков здесь оказалось слишком много для случайной ошибки. А ведь испорченное слово перестает выполнять свою роль и смысл текста меняется в корне. Давайте попробуем прочитать их так, как они были написаны, убрав ту маскировку, которую применили твари. Поехали. Первая заповедь. Пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов, пребывая в постоянном равновесии с природой. На камне текст выполнен идеально. Ну, конечно, ведь это та самая красная тряпочка для двухмерного мозга человека из стада. Вторая. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразие человечества. Это по энциклопедии. А вот это по факту. В слове рождаемость вычеркнута буква Д. Слово ценность испорчено буквой Б. Многообразие написано через В. Прям как в считалочке. А упало, Б пропало. Что осталось на трубе? А вот что. Разумно регулируйте рожаемость, ну, буквально, как проскот, повышая жизненную подготовку человечества. Видимо, речь идет о продолжении селекции человека с вырабатыванием необходимых для тварей качеств. заповедь три. Найдите новый живой язык, способный объединить человечество. А по факту Най Д. испорчено, Ем вместо Дите. Най женское имя, а его перевод с японского отрицающее. И третья заповедь получает двойной смысл. Первый. Некая женская сущность Най поедает живой язык человечества. Видя, как сейчас молодежь плохо коммуницирует вживую. Понимаешь, что эта самая Най прекрасно справляется со своей программой. Второе. Най как отрицание. То есть человечество программирует на невыполнение задачи по поиску нового объединяющего живого языка общения. Следующая заповедь. Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных. Обратите внимание, что в словах в начале этой заповеди буквы И и И краткое выполнены безукоризненно, но на словах традиций и им все пошло наперекосяк. Теперь они стали больше похожи на римскую двойку или число одиннадцать. Опа, опять одиннадцать. Прочитаем те рожки да ножки, которые остались от первоисточника. Проявляйте терпимость в вопросах чувств и веры подобных. Кто такие подобные? Наверняка догадаетесь и без моей расшифровки. Пятая заповедь. Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций. Убито всего одно слово. Справедливые. Но как же оно меняет смысл всей заповеди? Помните, с чего начиналось мое повествование? Вот именно это они и делают. Законы и суд работают на систему, а не на интересы живого человека. Шестая. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд международные проблемы. Вот почти идеально. Даже в таком варианте этот постулат утверждает разделение по национальным и политическим принципам. Но твари и здесь покопошились. Слово решает не ш, а щ. То есть ни одна нация сама ничего не решит. 7. Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников. Здесь все красивенько, а по смыслу. Не боритесь за свои права в частном порядке. Не защищайте себя сами. Не обращайтесь в компетентные органы и не требуйте, обивая пороги государственных учреждений. 8. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями. Ну, о завернутости демиурга на соблюдении равновесия мною на этом канале сказано уже предостаточно. Хочу пожелать всем осознанным человеком здорового эгоизма, потому что именно из правильной заботы о себе рождается забота о других. 9. Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью. В начале заповеди указаны непреложные духовные ценности, на которые повлиять эти твари не могут, поэтому так смело об этом и пишут. Но нашу гармонию с истинным творцом, являющимся бесконечным и неиссякаемым источником жизни пытаются прервать своей скрижали, накосячив в слове бесконечность. И финальчик. Не будьте раковой опухолью для земли, природе тоже оставьте место. Все верно, но в новом контексте всех скрижалей 10 заповедь более напоминает заботу фермера о планете как о грядке, которая ему еще понадобится для нового урожая. А его пренебрежение к ней все равно отображено в надписи, где имя планеты не выделено заглавной буквой. Именно это написано на памятнике в штате Джорджия, с которого мы начали фильм. В том самом на открытие которого, бросив все дела, забрались десятки самых известных политиков и бизнесменов. Это памятник новому порядку. На века. Новус орда секлорум. Цель и главная ценность нового орденда. Все остальное раковая опухоль на теле земли. Эта заповедь выбита на восьми языках, в том числе на русском. А с опухольми не церемонится. Для их уничтожения все средства хороши. восьми восьми и раз восьми Продолжение следует...